Погода в Тюмени установилась пляжная. И очень кстати, что на базе отдыха Боровой состоялся Кубок Тюменской области по пляжному волейболу. В дни соревнований жара была вполне созвучна с этим видом спорта. Под 30 градусов тени. Но настоящих поклонников это отпугнуть не могло. В апреле женского волейбола, наверное, вот солнце, песок, купальники. Это лучшее. Кому-то да, это интереснее смотреть. Кто-то и любит и классику. Ну, это два разных вида спорта. Ну, и это, то есть здесь природа, а там как бы зал, то все равно. И вы имеете в виду, что радует глаз, это да, это то есть... Мужской глаз. Мужской глаз, да, очень сильно радует. Турнир собрал 57 мужских и 29 женских волейбольных дуэтов. У мужчин победили Пермяк Евгений Бабин и Владислав Горских из Березовского. У дам лучший результат показали Кристина Глазкова из Екатеринбурга и Олеся Пироговская из Челябинска. Зато тюменцы хорошо выглядели в сетке лайт. Пары Ольга Ботова, Татьяна Антипина и Мария Креницкая и Александра Якимова заняли первое и второе места. У мужчин тюменец Антон Смоленцев победил в дуэте с Амичом Павлом Ганиным. В Тюмени завершился Кубок главы города по мини-футболу. В отборочном этапе приняли участие 38 команд. А финальная часть турнира собрала на стадионе Страймаш 24 коллектива. По 12 в двух возрастных группах. Среди игроков 14-15 лет победила Лисабаза. Игра была в принципе сложная. Играли команды обе наравне. У них были моменты, у нас тоже. Ну, нулевая ничья по серии пенальти мы выиграли. Ну, само собой мы первые всегда. Это не обсуждается никогда. В группе 12-13 лет первое место забрали ребята из команды тура. Всего же в турнире, который был разделен на два этапа, приняло участие более 500 детей. Не исключено, что именно в рамках нашего турнира будут зажигаться новые звездочки городского, а может быть и всероссийского масштаба. Будем ждать появления новых звезд тюменского спорта вместе. А на сегодня у меня все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok